Всем привет! Сегодня у нас с вами пустые баночки, у меня целый пакет всякого интересного. Давайте поскорее начну рассказывать, что я обязательно куплю снова, а что отправлю в мусорку и никогда об этом не вспомню. Долгожитель моей косметички, уплотняющий структуру волос гель от марки Керастаз. У меня раньше был другой любимец, но его сняли с производства, тоже от Керастаз. И я начала пользоваться этим не на всю длину, а именно на корне волос. Керастаз. Это замечательное средство, которое я обязательно приобрету вновь, потому что он вообще не ощущается на волосах, он действительно придает им объем. Это при том, что у меня волосы не любят быть объемными, они не поддаются укладке. И когда влажно так, как сейчас, я только что попала под такой дождь, то моим волосам не помогает вообще ничего. Но с этим гелем я вижу значительную разницу и его хватает на очень долго. У меня есть отдельное видео, где я показываю, как я сушу волосы. Если вам интересно, можете посмотреть. И я никогда не наношу это средство непосредственно на корни волос, то есть сначала на ладошки, потом все втираю, сушу при помощи фенорасчески или же круглой такой щетки и обычного фена. Очень универсальный, улажняющий, балансирующий, успокаивающий тоник от марки Айзенберг. Мне его подарили давно, и я, как видите, допользовалась им до конца. Это просто хороший, качественный представитель из люксового сегмента. Кто-то предпочитает масс-маркет, я люблю корейскую косметику, я люблю тоники или даже, можно сказать, эссенции со спецэффектами, с чем-то большим. Это просто базовый уход, и если вам нравится люксовая уходовая косметика, то однозначно он заслуживает вашего внимания. Я без ума от упаковки, и я оставлю ее, потому что она очень удобная, здесь мелкое распыление, и я сюда буду переливать те тоники, которые продаются в не настолько удобной упаковке. И благодаря вот этому спрею мы не расходуем средства на ватные диски, не выливаем ничего на ладошки, а вот так все удобненько наносим прямо на лицо. За это однозначно плюс, и если бы он снова появился в моей косметичке, я бы продолжила им пользоваться, но я могу его сравнить с тем же тоником от Tires, который продается на iHerb, тут уже выбирать только вам. А вот это мой фаворитище, это гель для бровей от марки Lancome, я уже купила его снова, потому что я без него не могу. Он, конечно, такой немножко специфический, если вам нравятся просто обычные гели с такой средней фиксацией, то этого будет слишком много для вас. Я же люблю эффект таких как бы ламинированных бровей, то есть как вы уложите брови, так этот гель будет их держать. Здесь удобная лично для меня щеточка, или я к ней привыкла, и этот гель имеет такой рисковатый запах клея, что ли, но по эффекту, ну вот ни один гель даже рядом не стоял, и я пользуюсь другими. Да, они тоже неплохие, но если вам нравится как раз вот то, что сейчас очень модно, если у вас непослушные брови, то обязательно присмотритесь. У меня также был оттеночный вариант для блондинок, у него классный оттенок серо-коричневый, и вот что бы я ни покупала, я всегда возвращаюсь к нему, потому что это сверхсильная фиксация, которую я очень сильно люблю. Очередная пустая баночка гениального тонального средства за копейки, это бренд Everline, я открыла его больше года тому назад, практически даже два, и продолжаю покупать. У меня есть новая бутылочка, потому что он смотрится на лице так, как даже ни одно люксовое средство. Я не знаю, с чем это связано, может он настолько подходит конкретно мне, но он держится вот с утра до вечера, пока я его не смою, не проваливаются морщинки, он как-то не подчеркивает поры. Вот с ним все прекрасно, какую бы я пудру не использовала, что бы я дальше там не наносила на свое лицо бронзер, румяна, хайлайтер, всегда все замечательно. Он никогда меня не подводит, и куда бы я ни ехала, в какие-то, знаете, поездки, где мне нужно хорошо выглядеть, когда мне хочется, чтобы у меня было более плотное покрытие, я всегда выбираю этот тональный крем. Я наношу его спонжем на хорошо увлажненную кожу, и даже на сухой коже зимой он смотрится потрясно. И когда меня спрашивают иногда, что у тебя за тон такой? Это в основном всегда вот этот Эвелайн, и у меня есть Армании, и куча-куча всего остального дорогущего. Это просто тот тон, на который я всегда могу положиться. Я могу со спокойной совестью сказать, что это моя любимая люксовая тушь от Benefit, и название у нее такое, которое может сломать мне язык. Это Roller Lash, да, получилось с первого раза. Я купила ее в аэропорту, и там была приемлемая цена где-то на уровне с L'Oreal. У L'Oreal тоже шикарные туши, у Vivienne Sabo. Вот если бы я постоянно покупала какую-то тушь, я бы однозначно выбирала Vivienne Sabo, потому что это тоже и стойкость, разделение, и цвет, и вообще она не осыпается, и, к сожалению, в Польше она не продается. И я поняла, что тушь, которую я взяла с собой, куда-то там, не помню, она засохла, я сидела, красилась в аэропорту, забежала, купила эту, моя добрая зрительница дала мне скидку, так что получилось очень выгодно. У нее силиконовая щеточка, и она как бы приподнимает ресницы, фиксирует их, и держится как прибитая. Ну просто обалденный эффект на ресницах, несмотря на то, что у меня ресницы длинные, они растут в разные стороны, они тонкие, они не слишком густые, и не каждая тушь дает у меня какой-то вау-эффект. Поверьте мне, и если я хвалю люксовую тушь, то это уже нечто. Конечно, она не всем подойдет, и вот если вы так же, как я, найдете ее где-то по доступной цене, то тоже советую попробовать. Обожаю мое мною средство, это эссенция от марки Миша, на ком-то она хорошо себя проявляет, кто-то не видит никакой разницы до и после. Для меня это настоящий must-have, который я выделила бы вообще из всего, потому что это не просто тоник, это не просто увлажнение. При регулярном использовании я замечаю, что моя кожа не просит большего, она настолько спокойная, все средства после этой штуки работают гораздо лучше, у меня меньше высыпаний. Кожа меньше реагирует на перемены климата, она не так пересыхает, она не такая капризная, реактивная. Поэтому на осень и на зиму я обязательно закажу еще одну баночку, и пока что я не нашла ничего похожего, чтобы работала так же хорошо или лучше, как эссенция от марки Миша. И я наношу ее сразу после умывания, то есть вместо тоника. Это наш семейный фаворит, поэтому целых две пустые баночки легкого увлажняющего лосьона от бренда Цераве. Вот эту, по-моему, мне как-то присылали, эту я покупала на iHerb. И здесь чуть меньше объем, насколько я вижу. Вы знаете, очень классная штука и для тела, и для лица. Сейчас я чаще всего пользовалась именно для тела, а муж на регулярной основе наносит на лицо и днем, и вечером, при том, что у него жирная кожа. И он попросил снова купить очень легкая, приятная текстура, без отдушек. Она такая немножко полугелевая, быстро впитывается, вот в качестве такого хорошего базового ухода, поверх какой-то активной сыворотки или без ничего, под макияж. Мне нравится, и мужу нравится, поэтому я уже купила новую упаковку. А еще такой момент, у Цераве есть форматы поменьше. Я покупаю их для мужа в какие-то поездки и сама также с собой беру. И вы можете взять на пробу, посмотреть, как там для лица подходит или нет. Если нет, то вы хотя бы быстренько это все израсходуете на тело. Поехали дальше. Я уже даже не сохраняю отдельные упаковки от этих масок. Показываю вам картонные коробочки, именно в таком формате они продаются. То есть здесь 10 тканевых масок. У меня есть все три, которые есть в ассортименте бренда. Я обожаю маски с алоэ, они очень сильно увлажняют. Если их сравнивать, то вот эти, ну, они тоже рабочие, они тоже очень хорошие. Если бы я выбирала, я взяла бы все-таки или с алоэ, или вот эту с центеллой. Хотя в последнее время я стала хитренькой. Я открыла для себя гель марки Benton тоже с центеллой. И, господи, если я что-то надавлю, если есть какое-то раздражение, если меня укусил комар, я поверх плотным слоем наношу этот гель и вот так хожу. Или когда какая-то экстренная ситуация, то я наношу в качестве маски этот гель. Если я куда-то еду, я беру с собой вот такую тканевую масочку. Она так хорошо успокаивает, она так увлажняет, она так освежает кожу, уходят все покраснения и быстрее заживают ранки, если они есть на лице. Но гель я использую, в принципе, на все тело. И у меня есть такой гель, который наносится точечно, также из вот этой линейки. И все-таки гель в большой банке мне нравится больше всего. Так что это мой дорожный вариант. А гель у меня в таком использовании, ну не то чтобы повседневном, потому что у меня там каждый день что-то не происходит, но в регулярном использовании. И гель я обожаю вообще. Вот эта линейка фантастическая. Вы не поверите, две жидкие матовые помады. И они были так долго в моей косметичке, я так активно их использовала. Но просто это мои самые любимые цвета. Они такие не слишком темные, но довольно заметные на лице. Лиловые, холодные, с ними такие белые зубы. Одна из них это Urban Decay. По-моему, их сняли с производства. Если нет, то оттенок Backtalk. Она матовая, конечно же, застывает. И все-таки она не так равномерно съедается с губ, если сравнивать вот эти две. То есть она чуть больше сушит. И если не пользоваться чем-то чуточку лучше, то, в принципе, как бы тебя все будет устраивать. У них есть и обычная стандартная версия в таком же оттенке. Это лиловый цвет. И вы всегда спрашиваете, что у тебя на губах, когда я накрашу на одно из них. Так что очень комплементарные цвета. И они так классно подчеркивают внешность. Достаточно накрасить ресницы, там брови, румяна нанести, полный фарш. Но я к тому, что не нужно делать какой-то smokey eyes, еще что-то для того, чтобы выглядеть эффектно. И причем этот оттенок очень круто смотрится и на блондинках, и на брюнетках, и на разных цветотипах. И вот попробуйте. Возможно, вы так же влюбитесь, как я. Сейчас на вот этой волне начали появляться и у Vivienne Sabo похожие цвета. Но все-таки моей такой флаговой помадой, помадой, которая, как мне кажется, больше всего даже ассоциируется именно со мной, это вот эта от бренда Sephora в 13-м оттенке. Я ее вот люблю-не могу, по-другому не скажешь. Удобный аппликатор. Ну, легкая такая ванильная отдушка. Я никогда даже не проверяла. Как пахнет эта помада? Просто настолько приятная в использовании, что ты не зацикливаешься, пользуешься чем-то для аромата, для цвета, а здесь и все. И стойкость, и комфорт на губах относительный. Потому что это матовая, стойкая помада. Ей могу накраситься утром и до самого вечера. Когда она съедается, она так красиво как-то создает амбре на губах, нет резкого перехода. И, блин, вот если бы нужно было отказаться от всех и оставить только одну, ей была бы вот эта матовая помада. Она, ну, я даже не знаю, с чем ее можно сравнить. Просто самая классная и по цвету, и по текстуре, и по стойкости. Не размазывается, не отваливается кусками. И вообще, вот эта линейка липстейн от Sephora, она очень крутая. Одно из любимых средств от марки Origins, это очищающая маска, отшелушивающая. Она очень активная, я не могу ею пользоваться, не могла пользоваться. Она чаще, чем раза 2-3 недели, потому что она прям так немножко покалывает на коже, и после нее лицо такое бархатистое, очень чистое. Конечно, ни одна, девочки, ни одна маска не уберет черные точки, забитые поры. Не верьте в это, это невозможно. Кислоты, ретинол, да. Но я не нашла ни одной маски, которая вот за один раз все вычистит как ластик. Но она убирает все, знаете, отмершие частички какие-то. Если лицо после, ну, после загара сразу не стоит мазать, но когда у вас есть какие-то шелушинки, она также прекрасно с ними справляется. И нужно купить небольшой формат, потому что мне кажется, что эти маски очень долго. В моей косметичке слишком долго, прям вот больше года. И я переживаю, дабы она здесь не испортилась. Ну, уже ничего не выдавливается, я не стану разрезать. Но вот если выбирать одно средство от марки Origins, то, скорее всего, я отдала бы предпочтение именно этой маске или увлажняющей зеленой. Это такой хит и херб, на который только хорошие отзывы. И я себя чувствую каким-то уникальным экспонатом, который на себе ощутил все совершенно другое, чем пишут остальные покупатели, которые приобрели это средство. Оно так жутко сушит кожу, что даже если я им пользовалась раз в неделю, я не могла выдержать. Жжет глаза, пенится. И настолько неприятно, я использовала его на тело. И такой вот аромат приятненький, натуральное, что-то свежее. Ну, как бы, не знаю, не сложилось. И однозначно покупать не буду. Я не знаю, что со мной не так. Даже какие-то другие средства не так агрессивно действовали на мою кожу, как эта умывалка. Так что, видите, одинаково полезных йогуртов нет. Крем под глаза, который я не сразу поняла и который я заказала снова, даже несмотря на цену, потому что он делает больше, чем обычный увлажняющий крем. Сначала мне показалось, что он настолько средний, и что мне не хватает какого-то питания. Но чем дольше я им пользовалась, это Айзенберг, я не сказала, по-моему. И вот чем дольше я пользовалась, тем больше я замечала результат. Он обещает освежить, осветлить кожу и также оказывает антивозрастное действие. Я не могу сказать, что там убрались какие-то морщинки. Когда я улыбаюсь, у меня здесь, и тут немножко заламывается. Это нормальная мимика, но хуже не стало это раз. Во-вторых, я вот точно могу сказать, что я не нуждаюсь вообще в плотных консилерах. И очень часто я наношу такой сиси-крем. Я как-то недавно вам его показывала, или может покажу. Я им пользовалась все лето вместо консилера. Если я там снимала видео, то что-то легенькое также наносила под глаза. И как-то недавно я попробовала накраситься консилером от Too Faced, который такой мега плотный, аналог Shape Tape, но более комфортный. Я подумала, господи, какая замазка, мне это не надо. И даже сегодня я с грамулечкой консилера от Хелены Рубинштайн. Это все. И да, я считаю, что это крем под глаза с эффектом вау. И здесь 30 мл. То есть его хватает на очень долго. В основном в креме под глаза от 7 до 15 мл. Здесь 30. Поэтому цена не настолько кусючая, как вот сразу видишь на полке. И вот из всего ассортимента Айзенберг я готова тратиться на несколько средств. И этот крем попадает в этот список. Гель для умывания от SkinCeuticals. У меня было несколько их умывалок. И вот это сначала мне понравилось меньше всего. Мне казалось, что она подсушивает кожу и как-то не слишком хорошо смывает косметику. Но потом я поняла, что когда я пользуюсь этим гелем после первого этапа очищения, после бальзама или какого-то гидрофильного масла, все хорошо. И чем дольше я пользовалась им, тем меньше было каких-то высыпаний, воспалений. Кожа была такой спокойной, хорошо очищенной. Она не трещала после умывания от сухости. Вот тоже первые впечатления были такими смешанными. А потом я полюбила и тоже регулярно им пользовалась. Но этот гель был у меня так долго. Я даже не помню, когда он закончился. Он где-то затерялся в моем комоде. И все забывала вам показать. Если любите бренд SkinCeuticals, то присмотритесь. Но у меня есть от них умывалка помягче. И, к сожалению, есть средства, которые я люблю больше. Господи, что это? Я не знаю, что я делала с этим карандашом. Но это Vivienne Sabo. Офигенные карандаши. У меня в оттенке 01. Подходил безупречно. У меня их было несколько. Сейчас поеду в Киев. Обязательно закажу на мейкапе себе. Или, возможно, где-то в магазине куплю. Но, скорее всего, это нереально. Потому что они пользуются бешеной популярностью. Их моментально сметают с прилавков. Я понимаю, за что. Классный, удобный грифель. Тоненький. И цвета у них хорошие. И стойкость. И они не залипают в бровях. Со второй стороны здесь была щеточка. Вообще, очень удачный запуск. Я думаю, что они хорошенько так постарались. И сейчас весь их труд приносит плоды. Два консилера. Один из них, скорее, даже больше корректор. Корректор от L'Oreal. Он у меня в таком оттенке, которым я пользуюсь, когда чуточку потемнеет. Три с половиной N. Нейтральный, но слегка желтоватый. Кисточки вот такой. Он очень плотный. И он матовый. То есть он совершенно отличается от того, который раньше был. Какой-то там мажик у них в ассортименте был представлен. Это прям плотный корректор, которым я перекрывала несовершенство на лице. Мне этого было достаточно. И в вечерних макияжах, таких более активных, для видеосъемки, я также наносила его под глаза. И мне он кожу не сушил. Все-таки советую под глаза выбирать что-то полегче. Но у L'Oreal это одно из моих любимых средств. И тоже не исключено, что закажу вопрос, когда. Просто я стараюсь что-то заканчивать из того, что у меня есть. И только потом обновлять косметичку. По-моему, я могу себе это позволить после всего сегодня вот показанного. Очень-очень крутой консилер, который все вы уже знаете. Это Estee Lauder. Чуть не сказала Double Wear. Да, правильно, но он тут называется Blush on Glow BB Highlighter. Миллион слов. Но самое главное то, что это самый увлажняющий консилер, который вы можете найти. Он как-то у меня довольно быстро заканчивается. Он хорошо перекрывает. Он не скатывается под глазами. Если у вас есть явные морщинки, то, к сожалению, скорее всего, все средства будут немножко оседать. Но если правильно его зафиксировать или же распределить, вот так расправить пальчиком в течение дня, то тоже будет прекрасно. И это тот консилер, который моя мама может перенести под глазами. Еще ей нравится Хелена Рубинштайн. Когда я ее крашу, то я всегда делаю такое легкое высветление. То есть на лоб наношу, на подбородок. Это всегда смотрится так свежо, так красиво. Очень люблю. Очень-очень. Несколько раз покупала. И горжусь, что когда-то я сама, чисто, вы знаете, наобум купила его в Киеве. Цена была хорошая. И да, я одной из первых говорила о них. Так что сейчас все кричат, это такой крутой хайлайтер, а я с ним... Хайлайтер. Я с ним знакома уже 3 или 4 года. И регулярно появляются мои косметички. Суперклассная мицеллярная вода. У меня ушло уже 2 баночки. Это опять же бренд ЦРВ. Не пахнет ничем. Хорошо смывает косметику, тушь. Даже стойкий тон. И хватает надолго. Удобная упаковка. Не выливается. Не слишком много средства. И не нужно стоять, трясти этим всем. Обалденная. Да. С удовольствием пополню запасы. Очень классная тушь от Estee Lauder. Но она засохла точно так же, как все остальные. И я не видела у нас хороших скидок на нее. Поэтому пока что не покупала. Суперстойкая, суперчерная. И с одной стороны у нее силиконовая щеточка. А со второй вот такая классическая. Очень удобно было пользоваться этим. Знаете, придаешь объем, а потом прочесываешь. Все крутая. И вот по стойкости могу также сравнить ее с Benefit. Ей ничего не страшно. Слезы, счастье. Ну, не знаю. Я не хочу говорить о том, что я плачу. Там какой-то истерики. Но я проверяла ее и в холодное, и в теплое время года. Она всегда себя вела очень достойно. Так что, если вы любите люксовые туши, то я думаю, что к марке Estee Lauder очень стоит присмотреться. Потому что вообще их туши хвалят за то, что они не размазываются, не растекаются, не осыпаются. И дают очень красивый результат на ресницах. Да, с ней у меня были такие длинные, разделенные, красивые, естественные при этом ресницы. Тоже постоянно покупаю его. Или вот мне присылали в пиар-рассылке. Это масло для душа, то есть для тела. И очень хорошая штука, нежный аромат. И вообще не раздражает кожу. Хорошо ее очищает. И она такая тоже приятная, мягкая. После использования у меня сухая кожа. И как только что-то не так, она моментально реагирует такими вот как бы чешуйками. Это как перхоть на теле. То есть прям вот отшелушивается. И это с самого детства. Я помню, что зимой я снимала колготки. И так... Я тогда не знала о том, что нужно регулярно увлажнять свою кожу, что нужно пользоваться какими-то более нежными гелями. Чуть не сказать, кремами тоже. Гелями для очищения. И вода также имеет значение. Очень мне понравилась вот эта тушь от марки Revlon. Она еще и в коричневом цвете. Мне ее по какой-то акции дали. Ужасная штука вообще. Что-то такое страшное делает на ресницах. Вы еще такого на моих глазах не видели. И слава богу. Я ее пользовалась несколько раз. Но никак. Поэтому я просто отдам ее. Нет, наверное, не отдам. Потому что все-таки это контакт со слизистой. Я ее выброшу. У Revlon есть неплохие туши. Но это не она. Вот достала еще такую тканевую маску. Нет, это не тканевая маска. Она гидрогелевая. Это вот, как знаете, есть патчи под глаза. А это патч на все лицо. Бренд Petit Fee. Слушайте, вот когда просыпаешься, такой запухший или вечером, когда такая уставшая, вот хочется лечь, чтобы тебя никто не трогал. И хочется расслабиться. Я наношу эти маски. У меня их было пять штук. Все использовала с огромным удовольствием. Я не могу сказать, что это супер увлажнение, там успокоение. Господи, что они тут только не пишут. Здесь есть кофеин. И однозначно вот этот охлаждающий эффект, это бомба для кожи. Даже больше для релаксации. То есть, когда вот очень какая-то напряженная обстановка, хочется отключиться. Я выключаю свет, выключаю все и всех вокруг себя, наношу маску и кайфую. Она обалденная. Мне нравится. Бренд L'Anage. Вот такая маска для губ. Мне она очень нравилась. Тоже многие ее не понимают, кричат, что это дорого. И я пользовалась ей больше года в качестве ухода за губами. И на мне она работает. Но почему я не куплю ее снова? Потому что я открыла для себя Petit Fee на основе масел. И сейчас пользуюсь тем бальзамом. Он еще и в такой стеклянной упаковке. Я купила его на iHerb, как и эту штучку. И сейчас вот изменяю теперь это вещи. Она появилась в нашей Sephora. И я буду покупать Petit Fee. А не этот. Но если у вас есть этот, то тоже попробуйте. Ну, да. Немножко дороговато. Я согласна. Хорошо, хоть надолго хватает. Закончился аромат вот здесь на дне. Я еще сегодня... Нет, он уже не прыгает. Чуть-чуть. Что-то там. Это аромат от Hermes. Я вдохнула. И этот флакончик у меня уже или второй, или третий раз. И не последний. Это для меня аромат лета. Он очень-очень нравится и мужчинам, и женщинам. И мне иногда казалось, что он не суперстойкий. Но как-то, вы знаете, наношу утром, а после обеда меня спрашивают, Оля, а что за аромат? И на второй день на одежде я также его ощущаю. Это вот линейка каких-то там садов. У меня именно такая версия. И это аромат росы, свежескошенной травы. Это аромат каких-то таких сочных зеленых фруктов, но не кислых. Он и освежающий, и немножко сладкий. И для меня это такой настоящий летний букет, который дарит такое солнечное настроение. Для меня это не просто аромат, который мне нравится. Для меня это воспоминание. Для меня это лично моё такое открытие, которое задаёт настроение. Этим ароматом я пользовалась и несколько лет тому назад. Потом купила что-то другое, а потом думаю, нет, закажу ещё и ещё и ещё. Потому что это вот мой аромат, который мне идеально подходит, который меня и бодрит, и настраивает на нужный лад. Это аромат унисекс. Он подходит и мужчинам, и женщинам. И это одеколон на самом деле. То есть он и не обязан, собственно, быть суперстойким. Но я его на себе долго ощущаю. А когда я о нём забываю и становится чуточку теплее, он как бы ещё активизируется на моём теле. Я не знаю, как ещё можно описать его. Это моя любовь. И это будет довольно громкое заявление от бьюти-блогера, от поклонника разных ароматов. У меня, ну как, ну не маленькая коллекция. Я регулярно что-то раздариваю, делюсь теми, которые, ну, как бы классные. Ну, есть самые-самые любимые. И вот я могу сказать, что это мой самый-самый любимый летний аромат. Более горячо любимого парфюма именно на тёплое время года у меня не было и нет. Есть неплохие, есть классные, есть те, которые мне нравятся, которые я даже люблю. Но вот это моё настроение, это моё летнее настроение. Вот я сейчас сижу, снимаю здесь, вижу это зелёное дерево перед собой. И у меня такие какие-то тёплые ассоциации, вот солнечные с этим ароматом, и при этом сочные. И класс, я его очень сильно люблю. И, к сожалению, мне ни разу не присылали его на обзор. И да, мне марка Эрмес ничего не дарит. И я не жалею ни одной потраченной копейки на этот аромат, потому что он настолько хорошо мне подходит. Есть у меня также два любимца моего мужа. Мы тут просто всей семьёй, как понимаете, собираем пустые банки. Работают они одинаково. Один чуть дороже, второй чуть дешевле. Это Benton, а это пенка от Estee Lauder. Оба средства имеют такую же консистенцию. Пенятся на лице, очень сильно очищают до скрипа. И я стараюсь мужа как-то переучить, но он говорит, что, блин, на мне это работает, не надо. Ещё ему подходят средства от Царава. Сейчас он пользуется им. А вот эти регулярно есть в его уходе. Он говорит, что, несмотря на то, что они очень сильно очищают кожу, прям до скрипа, знаете, так кажется, что там всё треснет сейчас на лице, он говорит, что у него нет ни высыпания, ни воспаления, и кожа не так сильно жирнится. Я не знаю, в чём секрет, но он их покупает регулярно. На этом у меня всё. Я надеюсь, что вам было интересно. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.